Снежные заносы и ДТП на дорогах. В Гомеле троллейбус разбил столб. Пострадала женщина. Поменялись ролями в Рогачевском районе. Жена подозревается в истязании мужа. Требования протестующих в Киеве и мнения представителей всеукраинской и белорусской диаспоры. В чем разница? Интервью с общественным деятелем Александром Драгуном. Морозы окрепли, пожары стали происходить чаще. В рейде с представителями смотровой комиссии побывали наши корреспонденты. А также все о причинах пожаров и правилах безопасности в быту. Разговор с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Александром Меркуловым. И как обычно, начнем с обзора происшествий и новостей в мире криминала за неделю. Правоохранители задержали автора, призывав к насилию над милиционерами. Подозреваемый, по мнению следствия, причастен к разжиганию вражды в сети интернет. В конце декабря прошлого года 26-летний мужчина разместил в деструктивном телеграм-канале несколько постов, призывающих к насилию над милиционерами и членами их семьи. Сегодня действием гомельчанина дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за разжигание расовой, национальной, либо иной социальной вражды или розни. Поменялись ролями. В Рогачевском районе жена подозревается в истязании мужа. В уголовной практике случаи редки, особенно если учесть, что подозреваемая три раза привлекалась к административной ответственности по заявлению супруга. Дважды женщина попадала в милицию за нанесение побоев своему суженному. Еще один визит в отделение у нее был за причинение любимому психических страданий. В конце января мужчина не выдержал и снова сообщил о рукоприкладстве супруги. Таким образом, за крутой нрав и агрессивное поведение женщина четыре раза держала ответ перед законом. Чем ее постоянно злил муж, не сообщается. По факту истязания против 42-летней белорусской возбуждено уголовное дело. В Гомеле горела обойная фабрика «Фокс». Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. К месту пожара по повышенному номеру вызова была направлена техника МЧС и других оперативных служб. Как выяснилось, произошло возгорание в помещении моечной трафаретов. 15 расчетов МЧС принимали участие в ликвидации пожара. 25 минут потребовалось спасателям, чтобы справиться с поставленной задачей. Огонь не вышел за пределы моечной и повредил только имущество внутри помещения. Причина пожара устанавливается. Предприятие специализируется на производстве обоев и горит уже не в первый раз. Серьезные пожары здесь случались в 2011 и 2016 годах. Пять лет назад горел этот же цех. В 2011 выгорели два других производственных помещения. Гомельские спасатели смогли вытащить из поврежденной фуры заблокированного водителя. Мужчина получил травму и нуждался в помощи. Накануне вечером большегруз ехал в Кювет на трассе М8 недалеко от Новой Гуты. Как сообщили в ГАИ, в пути следования водителю стало плохо, он потерял сознание и, как следствие, контроль над машиной. Она сошла с трассы и опрокинулась. Сильно пострадала кабина фуры. Покинуть ее самостоятельно водитель не мог. На помощь пришли спасатели. Они воспользовались стеклорезом и извлекли пострадавшего. Мужчина был госпитализирован. В областном центре возле остановки улицы Карповича в занос вошел троллейбус. Отъезжая, машина задней части ударила осветительную опору и фрагментами бетона женщине придавила ногу. У нее перелом пальца правой стопы. После оказания медпомощи пострадавшая была отпущена домой. Нагнетание протестных настроений, регулярная акция в поддержку антиправительственных сил Беларуси и попытка говорить от имени многочисленной белорусской диаспоры. Не понаслышке об активности отдельной группы граждан нашей страны, которые встали под бело-красно-белый флаг в Украине, знает Александр Драгун. Заместитель председателя Всеукраинского союза белорусов, предприниматель, креативный менеджер взаимовыгодных бизнес-проектов соседних государств. Сегодня по рабочим вопросам он находится в Гомеле и высказал свое мнение по ситуации, связанной с позицией несогласных в Киеве и других городах Украины. Что они там ищут? Свободу, демократию, возможность высказать свое мнение или удовлетворить личные интересы? Действительно ли эти люди представляют мнение большинства белорусской диаспоры, которая в Незалежной насчитывает более четверти миллиона человек? Эти вопросы мы задали нашему собеседнику. Объясняется просто вот этой всеобщей вседозволенностью, на самом деле, та, которая на сегодняшний день в Украине присутствует. Ну вот представьте, за 15 лет тут в Украине, или 16, или сколько там идет политический кризис, длиться там были. Разные там и левые, и правые, и красные, и белые, и зеленые, там же каких, только там не было политических сил. Но никому не приходило в голову, чтобы немножко там кому-то напакостить, остановить комбинат «Запорожская сталь». В мире я таких вот, скажем, посылов или таких вот методов борьбы мир не видел. Это такой креатив какой-то такой белорусский, который, там, скажем, здравым умом понять невозможно, и как бы квалифицировать его можно только медицинскими терминами. Я прошу как бы меня извинить, это личное мое мнение. Ну а то, что сегодня происходит, вы же поймите, что это даже по внутриукраинским законам, это же противозаконные действия. Ну вот, заблокировать улицу напротив посольства и вводить там хороводы, ну, там, в каком государстве, там. Даже в Украине это не является нормой поведения в обществе. Просто вопрос, то, что закрываются, конечно, глаза, вопрос какой-то вседозволенности, руки не доходят. Как только эти товарищи, значит, они начнут с какими-то... А тенденция к этому, я на самом деле смотрю, есть. Я думаю, что они запросто могут, вот эти ребята наши, земляки, впутаться в какую-нибудь внутриукраинскую политическую борьбу. И тогда реакцию государства они почувствуют сразу. Беспокоит то, что часть из них потом может попасть в вот эти лагеря по подготовке военизированных каких-то формирований. Туда сейчас, мы знаем, сейчас активно приглашают белорусов, молодых, которые приехали в Киев. Где-то кто-то не нашел себе там места, где-то кто-то не нашел себе работы, где-то не нашел себе там хостел какой-то себе там, или не устроился, и он имеет все шансы попасть вот в такой лагере. Вот это будет плохо. Наверное, вот по этому пути тогда же вот уже пройденный путь вот того же нашего белоруса Жезневского, о котором сейчас много говорят. Ну, все понимаем там, чем для молодого человека все это закончилось. Я, кстати, удивляюсь тому, что вот эти товарищи наши земляки, они много говорят о Жезневском, они проводят эти все там мероприятия, памятные, чтут его память. И почему-то у них не возникает желания там со своими вот этими перфоменсами выйти, обратиться к МВД Украины и задать вопрос, а кто же все-таки убил этого парня. Значит, то есть, удивительно, то есть, вот чтим память, а кто убил что, совсем неинтересно, кто убил. Ну, есть же там у кого спросить, там, ну, почему-то не спрашивают. Никакие попытки изменить мнение простых, я имею в виду, украинцев о президенте Беларуси, о государственном строе в Беларуси, они никакого успеха иметь не будут. Что в Беларуси закрылись все заводы, или что перестали платить пенсию, или то, что в школах там перестали выдавать книжки, или медицина вся стала платной, или то есть, перестали строить жилье. На самом деле, и у самих украинцев, и у белорусской диаспоры, и те же самые украинцы, у них на сегодняшний день проблема собрать деньги на оплату коммунальных услуг. У них на сегодняшний день проблема безработицы, уровень жизни, значит, качество жизни, ну, не соизмеримо с качеством жизни, которое сегодня люди, простой человек имеет в Беларуси. Беларусы в Украине, ну, на самом деле никогда не участвовали в политике с точки зрения, вот с позиции, вот мы белорусская диаспора, и мы хотим там о чем-то заявить, какие-то политические требования в Украине. Всеукраинский союз белорусов, белорусская диаспора никогда за всю свою историю не выдвигала в Украине никаких политических требований. Мы должны стать одной стеной против тех угроз, которые вот на сегодняшний день в мире, не только в отношении нас, но просто те угрозы, которые вот витают над нашей планетой. Вот это надо понимать. Низкие температуры окружающей среды, установившиеся в последние дни, привели к значительному увеличению числа пожаров в частном секторе. Виной всему неправильная эксплуатация печного отопления, а также перегрузка электросети и использование неисправных электрообогревателей. Принимаемая спасателями меры и проводимая властями профилактическая работа по стабилизации обстановки в следующем репортаже. Частные дома с приходом морозов заполыхали по всей области. В понедельник около 10 утра загорелся частный дом на улице Любинской областного центра. Строение удалось спасти от огня. Внутри закопчены стены и повреждена часть имущества. Никто не пострадал. А на выходных в деревне Новая Дуброва Октябрьского района огонь повредил потолочное перекрытие и имущество в доме. При проведении разведки спасатели обнаружили обгоревшее тело 60-летнего сожителя хозяйки. За всеми этими несчастьями стоит сухая канцелярская фраза в сводке МЧС. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Сходя из экспертной практики, основными причинами пожара в зимний период времени в домовладениях являются нарушение правил эксплуатации печного отопления, нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. Что касается печного отопления, то это перекал печи, непосредственное складирование вблизи топливника, сгораемых и легко сгораемых веществ и материалов, нарушение целостности вкладки печи, то бишь наличие сквозных трещин, отверстий, через которые могут выходить продукты горения искры. Пожары случаются в осенне-зимний сезон из года в год. Но нынешний период отмечен ростом возгораний более чем в полтора раза к уровню прошлого аналогичного отрезка времени. В два с половиной раза увеличилось количество возгораний из-за неисправности печного отопления. На пожарах в Гомельской области в этом году уже погиб 21 человек. Большая часть из этого количества – пенсионеры. Такая тенденция не могла не вызвать контрмеры со стороны МЧС. В прошлые два года зима практически была бесснежная, без мороза. Сейчас, естественно, отрицательные температуры. Усиленно люди стали топить печи, разжигать котлы. И, естественно, мы фиксируем по области рост количества пожаров и рост гибели на пожарах. Поэтому принимаем все адекватные меры. Во всех районах, где осложнилась оперативная обстановка, выезжают работники областного управления, задействованы весь институт смотровой комиссии. И практически все каждый день выходят отрабатывать населенные пункты. И основной категорией являются одинокопроживающие, престарелые, а также граждане, ведущие социальный образ жизни. Предупредить опасность до ее возникновения сегодня главная задача и для спасателей, и для органов местной власти. Древний прибор Гомельского района, куда приехала наша съемочная группа для участия в рейде МЧС, по домовладениям граждан тоже на днях случился пожар. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пенсионеры встречают нежданных гостей приветливо. В доме уютно и тепло. За 93-летним дедушкой присматривает его сын. Пожарный извещатель. Стоит, работает? Конечно, посмотрите, лампочка меняет, батарейки меняет. Хорошо. Самое главное, да. Все, тут тоже самое, притопочное есть? Есть. А это на завтра, на утро, чтобы не топить печень. Ну, чуть подальше, чуть подальше. Нет, это я тут, я никуда не ухожу в сторону, я постоянно, да, я тут постоянно нахожусь. Ну, видите, да? Вижу, вижу. Надо подмазать глиной. Сделаем. Сделаем. Потому что, видите. Сделаем. В этом доме хоть и газовое отопление, но без замечаний не обошлось. Опасная близость к плите оконной занавески, которая может воспламениться. Обратите внимание, с газовой плитой рядом находится тюль. Я не знаю. Вот, поэтому желательно, конечно… Когда мы топим… Вот, хорошо, знаю. Вот так, вот это необходимо, да. Вот это вот. Прихваточки все вот эти вот, все должно быть это. Потому что очень много случаев, когда загорается одежда. В спальных помещениях спасатели рекомендуют установить автономные пожарные извещатели, которые в любое время суток оповестят жильцов о пожаре. Дом, в котором живет недееспособный пенсионер, тоже не оборудован извещателями. Но сын обещает решить эту проблему в течение ближайших дней. Перед хозяевами спасатели всегда ставят в пример людей, которые заботятся о своих престарелых родителях и помогают им достойно и безопасно прожить свой век. Огромное спасибо, да. Это вот мы как бы и проводим профилактический рейд. У нас участие, к сожалению, количество пожаров именно с лицами такого вот возраста. И вот обращаемся, пользуясь возможностью к детям, да, чтобы присматривали, помогали. Поэтому огромное спасибо, что приятно, когда отцу помогают дети. Ну так же не кинешь уже это. Ну это замечательно. Сопровождают рейдовую группу МЧС и члены смотровой комиссии местного сельсовета, которые постоянно участвуют в подобных мероприятиях. Где же живем, мы знаем всех, кто как живет, кто в этом доме живет, кто в том доме живет, кому печку надо подделать, у кого печка хорошая, ну кого надо посетить, помочь чем-то. Это мы все ходим и все это делаем. А потом собираемся в сельском совете, это все осуждаем, намечаем план, куда нам дальше пойти в следующий раз, кому чем помочь. Ну вот такие наши полномочия. В сильные морозы советуют спасатели не стоит бросать в топку большое количество дров или угля. Обогревать дом безопаснее в несколько заходов. Не следует забывать и про то, что задвижку полностью можно закрывать только после полного выгорания углей и никак не раньше. А топка печи должна завершиться как минимум за два часа до отхода хозяев ко сну. Не стоит думать, что предупреждать пожары спасателям легче, чем их тушить. Профилактика – сложно организованный труд, который сегодня остается главным методом предотвращения ЧАЭС и гибели на них людей. О причинах пожаров и правилах безопасности в быту прямо сейчас интервью с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Александром Меркуловым. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Александр Владимирович, какова статистика пожаров с начала года в Гомельской области и много ли погибло людей? С начала года в Гомельской области произошло 143 пожара, на которых погибло 20 наших граждан. Чтобы понимать, много это, мало, вот какова динамика? В настоящее время мы имеем рост числа пожаров, а также погибших на них граждан. С чем это может быть связано? С погодными условиями? С неправильной эксплуатацией отопительных приборов? Каково мнение работников МЧС? Хочу отметить, что 88% всех пожаров происходят в жилом фонде. То есть это жилые дома, это дачные домики, а также хозяйственные постройки самих граждан, то есть бани, а также сараи. Говоря о причинах возникновения пожаров, здесь следует отметить три основных фактора, три причины. Во-первых, это неосторожное обращение с огнем наших граждан. Далее идут причины технического характера. Это нарушение правил эксплуатации, монтажа и устройства печного отопления, а также нарушение правил эксплуатации и монтажа электрооборудования. Каковы основные правила безопасной эксплуатации электрооборудования и печного отопления? Вот, по-моему, эти причины тоже входят в состав тех причин, которые лидируют в общей статистике. В связи с понижением температуры наружного воздуха, наши граждане более активно используют приборы отопления для достижения комфортной температуры в своих жилищах. Соответственно, применяют печи, камины, а также электрические и нагревательные приборы, зачастую пренебрегая правилами пожарной безопасности, что приводит к трагедии. Каковы основные правила безопасной эксплуатации печного отопления и нагревательных устройств, а также электрических устройств? Если говорить об электронагревательных приборах, то основное правило, которое должны соблюдать наши граждане, это использовать электронагревательный прибор в соответствии с эксплуатационной документацией. Тогда гарантированно использование этого прибора не приведет к пожару. То, что касается печного отопления, здесь я немножко раскрою тему. Перед началом отопительного сезона необходимо осмотреть печь визуально, то есть не только печь, которая находится в жилом помещении, но и также проанализировать состояние тела печи в пределах чердачного помещения. Если говорить о печном отоплении, о непосредственно правилах безопасности, условно их можно разделить на две категории. Это безопасное устройство самой печи, то есть наличие противопожарной разделки, отступки, притопочного листа и материала, из которого выполнил сама печь. А также безопасные условия эксплуатации, такие как, первое, никогда нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра или поручать контроль за топящейся печью малолетним детям. Были ли трагические причины нарушения правил безопасной эксплуатации печного отопления в городской области с начала года? Ежегодно в Гомельской области фиксируются такие случаи, когда пренебрежение элементарными правилами безопасности при эксплуатации печного отопления оборачивалась трагедия и гибель людей. В текущем году такие инциденты происходили в Октябрьском районе, в Рогачевском районе, а также других районов. Мне кажется, вопиющий случай, когда пенсионерка спала на кровати, придвинутой к самой печке вплотную. Ни в коем случае такое допускать нельзя. Должно место для сна и вообще горючие материалы находиться на безопасном расстоянии от печки. Каким профилактическим мерам сегодня прибегают сотрудники МЧС в целях того, чтобы минимизировать количество пожаров? Мы задействуем все имеющиеся ресурсы. Это и индивидуальная работа с гражданами, это работа в составе смотровых комиссий, это разъяснительная работа в средствах массовой информации, а также проведение республиканских акций. В настоящее время на территории республики проходит пожарно-профилактическая акция «Безопасность каждый дом». Какие методы самые, может быть, действенные, самые работающие по предупреждению пожаров на территории Губинской области? Я считаю, что работа смотровых комиссий приносит наибольшую пользу не только в части предупреждения пожаров и гибели людей на них, а также влияет на ситуацию в целом гибели граждан от внешних причин. Почему вы так считаете? Ведь проведение этой работы в смотровую комиссию вовлечены работники социальной защиты, работники органов внутренних дел, работники учреждений образования, органов здравоохранения, которые могут оценить ситуацию в домовладении и принять необходимые меры при наличии нарушений. Сегодня мы знаем, что пожарные извещатели – это те устройства, которые могут предотвратить беду и вовремя повестить хозяина о надвигающейся угрозе. А кто может помочь одиноким гражданам установить пожарный извещатель? В состав смотровой комиссии обязательно входит работник Министерства по чрезвычайным ситуациям, и они могут решить этот вопрос на месте. Если же вопрос требует дополнительной проработки, то практикуется такая мера воздействия, как написание писем близким родственникам или написание писем по последнему месту работы с целью оказания помощи престарелым гражданам. Как вы считаете, родные и близкие должны все-таки оказывать какое-то содействие своим пожилым родителям в плане установки подобных устройств и, может быть, относиться более внимательно к их быту, чтобы не допустить подобных происшествий, возгораний и пожаров? В нашей стране на законодательном уровне закреплена ответственность по уходу за престарелыми родителями их совершеннолетних детей. Александр Владимирович, я благодарю вас за содержательный и полезный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Не переключайтесь. Начнем с ДТП в Челябинской области. На мосту через реку Силгу грузовик смял три легковых автомобиля. У большегруза, который вез строительный мусор, отказали тормоза. Водитель, осознав характер поломки, начал кричать об этом в служебную рацию, однако не предпринял никаких попыток, чтобы избежать столкновения. В итоге два человека погибли, шесть получили травмы и были госпитализированы. Полиция подтвердила версию водителя о неисправности тормозов. Вьетнамские дорожные баталии. Водитель пикапа забыл, что везет в кузове людей, а не дрова. Круто подрезал малолитражку и опрокинулся. Из кузова выпали три человека, включая ребенка-подростка. Каким-то чудом обошлось бессмертельных травм. Люди упали на шоссе, а не под колеса автомобиля, который двигался позади. Пример отсутствия всякого чувства ответственности за пассажиров. А этот скутерист не справился с управлением и упал с мопедом прямо посередине улицы. И это оказался тот редкий случай, когда ошибка на дороге стоила смерти, а не жизни. Рядом промчался бензовоз. Если бы скутерист проехал еще хотя бы метр вперед, то стал бы очередным фигурантом сводки дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Все обошлось. Не пострадал даже мопед. Циклон натворил бед в Индонезии. Дождь и шквалистый ветер, которые обрушились на местных жителей, причинили много ущерба. Посмотрите, что стихия сделала с аптекой. Вы думаете, сейчас захлопнутся двери или разобьется стекло? А вот и нет. Сорвавшись с креплений, на витрину поехал весь окон на дверной блок. Какие у них там технологии монтажа стеклоконструкции? Не хочется выступать в качестве экспертов, но очевидно, что дело пахнет халтурой. Впрочем, не исключено, что когда стеклоблок устанавливали, поправку на штормовой ветер никто не делал. Опасность может подстерегать на каждом шагу. Защитить от беды способна только бдительность. Посетительница этого салона, выйдя на улицу, не посмотрела по сторонам и оказалась под колесами инвалидной коляски. Да, такое тоже бывает, хотя кому рассказать, не поверят. Дикая львица забралась на территорию пятизвездочного отеля в Индонезии. Хищница перемахнула через ограждение и по-хозяйски осмотрела все закоулки гостиницы. Исследовала парадный вход, площадку для паркинга и дворовую территорию отеля. Что привлекло туда питательницу джунглей, сказать сложно. Не исключено, что львица бродила в поисках легкой добычи. Но охрана отеля была на чеку. Двери закрыли, а всех туристов оповестили об опасности по громкой связи. В общем, испортили зверю сытный ужин. Когда мотоциклист встречается с велосипедистом, на этой записи с авторегистратора момент редкого ДТП. Владелец велосипеда явно нарушил правила, поехав байкеру на перерез. В итоге столкнулся с мотоциклом и, сделав сальто, оказался на асфальте. Результаты таких наездов всегда травмоопасны. И последнее. На такое способны только китайцы. Когда знаешь, что твоя машина ничего не стоит и ее место давно уже на автосвалке, можно удивить весь интернет. Что и сделали парни из Поднебесной. Как вам переправа через канал? Да еще и задним ходом. Возможно, у такого способа преодоления водной преграды есть логическое объяснение. Но понять его со стороны трудно. Назовем это видео опасным аттракционом. Кажется, что бревна под микроавтобусом вот-вот сломаются или колеса съедут в сторону и машина упадет в канал. Но нет. Водитель доказал, что он профессионал и завершил свой чудо-номер. Что тут скажешь? Ему пора занять достойное место в цирке. На сегодня все. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»